Девушки отдыхают Раз народ так просит, то скажу пару слов по поводу рибок Хотя в общем-то не планировал Не знаю, что тут можно такого существенного сказать Все как бы и так очевидно И Елкан уже сказал неплохо С одной стороны, да, это просто больные люди Больные не в смысле обзывательства, а скорее всего с какими-то личностными расстройствами Потому что, например, отсутствие стыда – это один из признаков отклонения С другой стороны, не настолько они уж прям законченные дураки Вполне возможно, имела место финансовая махинация Сама госпожа Маршинколова владеет каким-то новостным агрегатором самопальным Есть какое-то юрлицо Вполне возможно, что под это дело просто распилили деньги Через дружественные связи Возможно, что и директор по маркетингу рибок в доле Может быть Возможно, это проплачено конкурентами За откат через собственный бюджет компании она работает против себя самой Тоже хорошая схема И этим легко объясняется быстрое увольнение сразу после проворачивания сделки Однако невозможно не отметить, что каким бы извращенным мозгом и мышлением не обладал отдельный сотрудник маркетинга Он не мог бы в одиночку продвинуть целую компанию Это исключено Тут задействована целая цепочка людей Должны были быть утверждения, производство Такие вещи не делаются на коленке Это занимает время и задействованы должностные лица И поэтому, мне кажется, странным отсутствие правовой оценки этой рекламной кампании Потому что даже когда ссылаются на прошлые прецеденты Типа реклама пылесосов, там сосу за копейки Вообще-то те рекламы кончились штрафами И форсированным снятием с плакатов Существует целый пакет законов, которые регулируют подобную информационную деятельность Есть закон о СМИ Есть закон о рекламе Есть закон о защите детей от вредной информации Есть возрастные и временные рамки Рейтинги Что касается креативности идеи, нет тут никакой креативности Послушайте эту Маршинкулову Как она говорит Даже из короткого ролика видно, что она, например, не знает значения слова «ересь» Человек не знает значения слов, которыми пользуется Но что она могла накреативить Фраза про иглу, судя по всему, потырена У популярной блогерши эволюции И это я говорю не потому, что рекламирую эволюцию А просто это легко проверить с помощью гугла То есть это просто стырено Без даже вникания в смысл того, что там было сказано в оригинале А товарищ Галафаст, который объясняет нам, как он активировал аудиторию 15-24 Знаете что, креативщики Если вам приходится по полчаса потом на радио объяснять, что вы подразумевали этой рекламой Хреновую вы рекламу сделали И хреновый вы креативщик А если он всерьез признается, что он собирался активировать аудиторию с 15 лет через Кунилингус То это вообще-то уже уголовная статья И мне тоже странно, что никто за это не уцепился Нет тут никакой креативности Все, кто Пелевина читал, все могут накреативить это Вот пока вы это смотрите, я вам показываю свой креатив На каждый такой кадр у меня ушло несколько минут всего Я могу их продолжать неограниченно долго Собственно, это Пелевин впервые сравнил Остангинскую телебашню со шприцом Вот это был прорыв, это был креатив А это просто публичные дебоширы и все Что касается феминизма, тут Йоганс хорошо сказал Если это и правда феминизм, то они справляются отлично с собственным антипиаром Даже помогать им не нужно И они это делают на корпоративные деньги Так что, в общем, это можно даже поддерживать Если мы хотим, чтобы люди, особенно женщины, боялись даже косвенно быть ассоциированными с феминизмом То это отличная рекламная кампания в эту пользу Так что в этом смысле аплодисменты Девушки-спортсменки, которых якобы использовали в темную Я верю, что могли в темную использовать И это лишний повод для вас, во-первых, выйти сейчас публично об этом Прямо говорить И может быть даже вызвать на, так сказать, плотную беседу Госпожу Маршинкулоу Нет нужды встречать ее в темной подворотне Вы же вроде там борцы ММА Вызовите ее на ринг С полной защитой Я думаю, это все равно будет хорошим уроком А сами на будущее будьте аккуратнее Если вас приглашают поучаствовать в какой-то рекламной кампании То, во-первых, удостоверьтесь, что там нет Среди организаторов фамилий Маршинкулоу и Голофаст Во-вторых, что она никаким боком не относится к феминизму А иначе даже не начинайте сотрудничать Потому что кончится вот этим И да, картинки, которые здесь мелькают Можете забрать на вкладке «Комьюнити» Или в русском варианте «Сообщество» Забирайте свободно и бесплатно Если нравится Что касается самого Рибака То, как один из комментаторов на их ролике написал Ко мне это тоже относится То чувство, когда посмотрел в гардероб Увидел, что там нет Рибака И выдохнул с облегчением Пока компания Рибак четко не размежуется И не извиниться за то, что произошло публично Не возьмет свои слова назад Компания извините за помоенное И носить что-либо от нее Будешь просто стесняться Даже если хочется надеть Теперь про подростков можно говорить Ничего, что пьет, ничего, что курит Лишь бы рыбок не носил Главное, чтобы теперь главный конкурент Не замазался в том же самом А главный конкурент, как я понимаю, это Найки Вы надеюсь, знаете, да, что произносится не Найк, а Найки Это богиня греческая, победа Ника Так что тему феминизма они при большом желании тоже могут обыграть Уй-юй-юй как Так что придется и Найки тоже сжигать и выкидывать Похоже, опыт Джилет ничему не учит людей Они правда думают, что любой пиар Это хороший пиар Проверим Посмотрим Я точно не забуду Ни компанию Рибок Ни Маршинкулову с Голофастом Ни их лица Вдруг придется столкнуться в корпоративном мире В общем, подводя черту Феминистки отличились Это хорошо Плохо, что отделались без штрафов Без судов, без сроков Главная жертва Минус одна большая спортивная марка А молодые люди от 15 до 24 Надеюсь, хорошо поняли За кого их считает компания Рибок А вместе с ней Адидас Всем пока Удачи И да не будет у вас Рибок в доме Не верьте Беладонне Обходите стороной ее магазин Караул Он разгорел меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok